Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос носит такой характер эмоциональный в большей степени. Потому что, ну, здесь вы уже, как бы, внедряете провокацию в свой вопрос, почему психологи такие же армии, например. Следующий вопрос, да, это уже провокация в том смысле, что они жадные, почему вы считаете, что жадные, да? Вот, то есть жадность это, вообще говоря, немножко другое, жадность это накопительство, жадность это, когда человек склонен накапливать богатство и деньги. А тут вот не факт, что специалист, высокую цену ставящий за свои услуги, именно накапливает свои деньги. Потому что вы не знаете, в каких условиях человек живёт, вы не знаете, сколько ему приходится платить за всё, да? То есть, как бы, ну, за, ну, налоги, за квартиру, за всё, и, соответственно, вы не можете знать степень его расхода. И я полагаю, что считать расходы, это очень, очень неблагодарное занятие в том смысле, что это всё очень субъективно. Вот. Так что, если вы считаете, что психологи берут слишком высокую цену, то эта цена просто вам не откарманывается. А к вопросу о том, стоит ли это того или не стоит, это очень субъективно, потому что, ну, специалисты, бывает, подходят, а людям, бывает, не подходят. Вот. Другое дело, что, если цена откровенно и слишком высокая, то мне кажется, что всегда можно провести такую ознакомительную сессию, да? Например, взять пол цены, половины цены или там 15-20%, чтобы посмотреть, подходит специалист или нет. К примеру, это довольно активно практикуется у специалистов, которые работают вот в кабинетах, да? Дальше. Значит, как психологи определяют цены за свою услугу? Исходя из статьи своих расходов, как правило. Исходя из статьи своих расходов, плюс, плюс это вот желаемый уровень дохода и плюс примерная оценка своей ценности для специалиста. И у кого-то это завышенное, у кого-то это заниженное, вот. Но все упирается по итогу в статью, примерную статью расходов, которая есть у человека. Почему она обычно такая высокая? Складывается это, как правило, из ориентированности на Запад, если мы говорим о... Ну, российских психологах, русскоговорящих психологах. Складывается это из ориентированности на Запад, потому что на Западе 50-60 долларов в час, это абсолютно нормальная цена. Вот. И поскольку психология наука западная, она пришла к нам из Запада, ну, из Европы, из Европы, Америки, вот. То, соответственно, и ориентирование идет тоже на Запад. Вот. Я бы сказал, что некоторые психологи не хотят работать с людьми, которые зарабатывают мало, потому что считают, что это низкие интеллектуальные люди, с которыми работа невозможна. Так, многое того больше, чем руководствуется спец, который берет 40-50 долларов за 6. То есть, ничем, это абсолютно нормальная для человека цена, если он ставит своей целью и ставит своим идеалом западного психолога. Он не маг и не волшебник, это просто такой вид работы. Такой вот работы. Ну и, как бы, некая такая культура, которая, опять же, воспитывается именно... Западной идеологией. Не стоит еще и забывать о том, что человек тратит какие-то деньги на обучение, человек тратит деньги на супервизию, человек тратит деньги на постоянное, так сказать, свое развитие. Все это должно окупаться, плюс, как я уже говорил, стандартные статьи расходов и плюс желание, ну, иметь какую-то прибыль. Это тоже нормально. Вот из этого и складывается эта цена. Что касается алчности и завышенной цена оценки, завышенная цена оценка, безусловно, бывает, завышенная цена оценка, безусловно, имеет место быть. А вот, что касается алчности, не думаю, потому что, видите ли, алчность, это психологический симптом. И если психолог алчный, ему долго не проработать на своей работе. Долго не проработать, потому что ему не будет в клиенты ходить. Понимаете? То есть, ну, просто стоит подумать, да, если человек алчный, если человек берет такую сумму, откуда у него доход будет, как он будет окупать, как он будет обеспечивать свой кабинет, да, и так далее, например. Тут всё очень просто, на самом деле. Я понимаю, что вы ходили к некоторым психологам, и у вас загралась эта мысль, что вот люди берут неоправно дорого, и я с вами согласен, действительно, некоторые люди берут неоправно дорого. Точнее, странно дорого. Но, почему вас обинтересует? Какая цель вашего вопроса? Что вы хотите выяснить? Не очень, не очень понятно, что именно вы хотите выяснить для себя. Если хотите унизить, принизить специалистов, ну, тогда проще сказать, что хороших специалистов очень мало. Можно пересчитать по пальцам, а все остальные просто делают вид, что работают, и всё. Если вы действительно к чему-то хотите прийти, то вам нужно задавать вопрос в менее провокационной форме, мне кажется. На этом всё. Я надеюсь, что это было полезно, и желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо.